Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Напишите, пожалуйста, в чате, слышно меня? Спасибо большое за обратную связь. Меня зовут Бежина Ирина Николаевна. Я представляю лицей номер 2 города Перми. Спасибо огромное за внимание к нашему вебинару. Мы сегодня с вами рассматриваем методические особенности изучения темы системы счисления в углубленном курсе информатики по учебно-методическому комплексу авторов Семакин Игорь Геннадьевич, Хеннер Евгений Карлович, Шестакова Лидия Валентиновна и Шейна Татьяна Юрьевна. Хочу сказать, что по этому учебно-методическому комплексу мы в лицее работаем с 2010 года. Вы видели те вопросы, которые я предлагаю обсудить на нашем вебинаре. Они представлены также здесь на слайде. Хочу отметить, что примерное поурочное планирование я представлю ближе к концу нашего вебинара с тем, чтобы уже резюмировать освещение тех вопросов, что мы сегодня рассмотрим. Итак, уважаемые коллеги, все мы понимаем, что знание основ организации позиционных систем счисления, знание алгоритмов перехода из одной системы счисления в другую, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления – это очень важная ступень к дальнейшему изучению представления информации в компьютере. Успешное владение данной темой позволит ученикам понять непростые вопросы представления и текстовой информации, и, что особенно важно, числовой информации в памяти компьютера. Тема системы счисления логически связана с темой и кодирования информации, и алгоритма обработки данных процессором компьютера. Также хотелось отметить, что если для внутреннего представления данных в компьютере используется двоичная система счисления, то для внешнего представления человек, как правило, применяет восьмеричную и шестнадцатиричную системы счисления. А поскольку информатику на профильном уровне изучают ребята, которые планируют продолжить свое образование в области, связанной с математикой, с прикладной информатикой, то, разумеется, изучение этой темы системы счисления для них чрезвычайно важно. И поэтому важно добиваться глубокого понимания и знания учащимися всех принципов формирования чисел в позиционных системах счисления. Итак, я не буду называть все цели изучения темы системы счисления. Я не остановлюсь лишь еще на том, что согласно методике, которую предлагает УМК Семакина, мы контекстно, помимо изучения теоретических вопросов, еще и изучаем практически, как можно реализовать переводы с помощью электронных таблиц и с помощью средств программирования. Поэтому в данной теме мы еще и добиваемся цели развития алгоритмического мышления и навыков программирования при решении изучаемых задач, рассматриваемых задач. Кроме того, происходит расширение образования школьников в области теории чисел фундаментальной математики и развиваются представления обучающихся об интегративных связях математики и информатики. Итак, первое занятие, которое, как правило, мы начинаем с повторения основных понятий позиционных систем счисления, изученных в основной школе. Вот мое предложение, и мы уже на протяжении нескольких лет так делаем, это занятие можно провести в формате перевернутого класса. Таким образом, мы в качестве домашнего задания даем задание изучить параграф 1.3.1 учебника 10 класса профильного уровня, и затем на уроке мы можем актуализировать знания учащихся с помощью интерактивной дискуссии или в некой игровой форме. Какие вопросы можно рассмотреть и выполнить при актуализации знаний? Здесь приводятся на слайде вопросы примерные, то есть вы можете разобрать, например, какова размерность 15-ричной системы счисления, а не 8-ричной, чему равна наибольшая цифра в 8-ричной системе счисления или в 11-ричной. То есть вопросы могут быть самые разнообразные, но они должны быть ориентированы как раз на обсуждение основных понятий, таких как, помимо того, что они изучили в 8-м, 9-м классе, ну и хорошо бы разобрать, что такое вес цифры в числе, базис, как записывается развернутая форма записи числа, снова повторить. Вот наши ученики из года в год, например, затрудняются ответить на такое задание, как записать базис определенной системы счисления, ну с каким-то основанием, например, 8. Задавая такой вопрос, я жду ответ, вернее, жду ответный вопрос от ребят. А какой фрагмент базиса записать, начиная с какого разряда? И если такой вопрос не поступает, очевидно, что ребята еще не совсем разобрались с тем, что же такое базис системы счисления. Также рассматриваем вопросы, что такое вес цифры в числе, в любом числе, например, 524,1 в десятичной, и запись такой же последовательности цифр в восьмеричной системы счисления. То есть в десятичной вес цифры это будет 10 в первой степени, в восьмеричной это 8 в первой степени, вес цифры 2, если отвечаем на данный вопрос. Приведу примеры еще заданий, которые также нам позволят актуализировать знания ребят. Так, сейчас одну минуту, такое ощущение, что я перелеснула. Чуть попозже я, видимо, эти задания покажу вам. Вот в процессе обсуждения рекомендую обратить внимание на следующее. Когда ребятам задаешь задание записать цифру 7 восьмеричной в десятичной системе счисления, то они затрудняются ответить на мой вопрос. Бывают ребята, конечно, которые сразу отвечают, но не все. Дело в том, что к нам в лицей поступают ученики из разных школ города именно в 10 класс. То есть у нас только старшая ступень, и поэтому ребята приходят с разным уровнем подготовленности. Если у вас ребята учатся, вы их знаете, с восьмого класса, то, наверное, вам проще. А если так же, как у нас ребята выбирают профиль и практически начинают информатику со снов изучать, то на такие аспекты следует обратить внимание. В частности, что число, равное основанию системы счисления, в той же системе счисления будет записано как 1-0. Кроме того, задайте вопрос, а как связано основание системы счисления с понятием количества цифр в алфавите системы счисления? Как основание системы счисления связано с величиной разряда числа? Все эти вопросы также позволяют нам выявить уровень понимания свойств системы счисления вашими учениками, нашими учениками. Также хотелось бы отметить, что очень важно задать несколько заданий по представлению действительного числа в развернутом виде по базису системы счисления и подчеркнуть, что эта запись является еще и алгоритмом перевода из произвольной системы счисления в десятичную. Итак, вот те вопросы и задания на понимание, о которых я уже хотела рассказать. Немного слайды поменялись у меня. Вообще, при рассмотрении позиционных систем счисления мы очень часто прибегаем к так называемому методу аналогии. Здесь он хорошо может быть использован, когда объясняем системы счисления, свойства позиционных систем счисления по аналогии с десятичной системой счисления. Например, продолжить числовой ряд для чисел в различных системах счисления. Вот эти задания у нас есть еще практика давать в игровой форме, когда можно организовать свою игру или разбить ребят на команды и разным командам давать задания или похожие, типичные или одинаковые на ваше усмотрение. В частности, не все сразу могут ответить на вопрос, как изменится число в какой-то системе счисления, например, один-один в двоичной, если к нему приписать справа два ноля. Если да, то как изменится число? То есть дети, которые хорошо разобрались в системах счисления, они, как правило, отвечают на эти вопросы. А те, которые еще не до конца поняли, как формируется число в позиционной системе счисления, они затрудняются ответить на данные вопросы. Как изменится значение числа, если запятую перенести на две позиции вправо или влево? То есть в двоичной системе счисления число, если мы переносим запятую вправо на две позиции, увеличится уже в четыре раза. Влево уменьшится, если на одну позицию, то в два раза, на две позиции, в четыре, на три позиции, в восемь раз. То есть в зависимости от основания системы счисления здесь можно давать разные задания. Такие вопросы, которые можно задать ученикам на понимание свойств систем счисления. Например, какое из чисел больше? Семь в десятичной или семь в восьмеричной? У меня бывают случаи, когда задание представить, ну, например, цифру 6 в восьмеричной системе счисления, ребята или на автомате, или не вдумываясь, но они начинают переводить столбиком. И очень удивляются, что, оказывается, таким же образом число и выглядит. То есть этому тоже надо уделить какое-то время, чтобы разобраться с этими вопросами. Какое из чисел больше? В двоичной системе счисления, зависимая теми же цифрами или в восьмеричной? Или что-то подобное задать им на понимание? Ну, вот такие вопросы как раз, они позволяют, во-первых, можно организовать урок актуализации знаний в игровой форме. Вот я иногда, если организую дискуссию интерактивно, то раздаю вот такие жетоны. Наиболее часто использую красный, синий. Если ребята часто отвечают на вопросы, мы в конце занятия собираем. У кого больше жетонов, тому я добавляю бонусы. Какой-либо эксперт на оценке по данной теме. Отдельно хотелось бы обратиться к схеме Горнера. Перевода из произвольной системы счисления в десятичную. Когда начинаем разбирать этот вопрос, то очень часто ребята говорят, а зачем нам, собственно, схема Горнера, если мы можем воспользоваться развернутой формой записи числа и таким образом переводить из произвольной системы счисления в десятичную. Здесь также можно разбить группу на две подгруппы, дать им задание, два-три числа, не очень удобных для перевода через развернутую форму записи числа. Одной команде, воспользовавшись даже калькулятором, перевести через развернутую форму, другой через схему Горнера. Или каждой команде одно и то же число дать, но разными методами попробовать перевести. И дать задание, собственно, засечь время, за сколько секунд, минут они это сделают. И тогда ребята сами приходят к выводу, что действительно есть числа, когда схема Горнера срабатывает быстрее. О методах перевода мы еще тоже немного поговорим, что один и тот же метод к разным числам может быть неэффективным. И в то же время разные методы надо выбирать в зависимости от представления чисел. Говоря о схеме Горнера, также хотелось бы обратить внимание, где ребята делают ошибки. Значит, если мы по схеме Горнера представляем целую часть числа, то у нас нулевой разряд, он остается без умножения на основании системы счисления. А если переводим дробную часть по схеме Горнера, то мы начинаем перевод с разряда, который у нас имеет наивысшую степень, по модулю, если рассматривать. Также, говоря о схеме Горнера, как раз можно остановить внимание обучающихся на том, что схема Горнера в информатику пришла, собственно, из математики. Это есть метод вычисления значения многочлена, алгебраического многочлена. И этот метод работает гораздо быстрее, нежели вычислять значения многочлена с помощью калькулятора, запоминая степени и так далее. Поэтому схему Горнера, конечно, хотелось бы, чтобы наши дети осваивали. Кроме того, когда мы будем составлять программы, то также рассматриваем схему Горнера как более быстрый, более эффективный алгоритм перевода чисел из произвольной системы счисления в десятичную. При изучении, особенно в самом начале, изучения темы системы счисления, мы сталкиваемся с такими трудностями. И как мы их решаем? Вот на этом слайде вы некоторые аспекты здесь видите. В частности, ребята не сразу понимают, что значит величина разряда числа. Для понимания надо разобрать как можно больше заданий. И по опыту я делаю вывод по своему опыту, что больше влияет еще и практикум. То есть применение электронных таблиц, программирование также нам позволяет расширить и углубить знания ребят в области системы счисления, поработать с основной совокупностью понятий. Ну, о применении электронных таблиц я чуть позже буду говорить. Кроме того, ребята, приходящие к нам из других школ, привыкшие работать, например, по определенным алгоритмам, они не хотят изучать новые какие-то алгоритмы. Ну, вот в частности, схему Горднера. Я уже говорила, что это можно преодолеть путем устроить какие-то соревнования. Есть отношение к теме, как достаточно легкое, ненужное. Тогда мы этим участникам наших занятий, с таким скептицизмом, работающим над данной темой, предлагаем более сложные задания. Демонстрируем задания, например, связанных с вычислением IP-адреса компьютера, там используется система счисления. Или задание ориентировано конкретно на систему счисления. Или помните задание, где надо было связать основы математической логики и работу в двоичной системе счисления, когда выполнить операции по битовой конъюнкции. Когда ребята видят такие сложные задания, понимают, что в ЕГЭ им необходимо быстро работать по данной несложной теме, они начинают работать. Особо хотелось бы обратить ваше внимание на такой вопрос, который в учебнике Игоря Геннадьевича представлен, это экскурс в нетрадиционные системы счисления. В качестве примера в учебнике рассматривается фибоначевая система счисления. Могу сказать, что такие примеры вы можете еще подыскать. Например, факториальная система счисления. Их отличие в том, что при переводе чисел из нетрадиционной системы счисления в десятичную, и наоборот, мы не можем применить так называемый базис по степеням оснований системы счисления. В принципе, основания системы счисления здесь как таковое отсутствует. То есть ряд, если говорить про фибоначевую систему счисления, то сам ряд фибоначи участвует в построении чисел в фибоначевой системе счисления. Этот вопрос рассматривается также в параграфе 1.3, но мы, как правило, эту систему счисления разбираем уже на втором, на третьем уроке изучения темы системы счисления. И также актуализируем знания ребят, выясняем, как они разобрались с этой системой самостоятельно. Вот по таким вопросам. Скажем, какой алфавит используется в фибоначевой системе счисления? Получается, что двоичный алфавит, но это не двоичная система счисления. Что для данной системы счисления является базисом? Оказывается, сами числа фибоначи. И разбирая разные представления, вернее, представления разных чисел фибоначевой системы счисления, мы приходим к выводу, что эта система характерна тем, характеризуется тем, что представление-то оно неоднозначно. И выходим уже на уровень предпрофессиональной такой ориентации. Оказывается, эта система счисления может быть применена и при разработке технических устройств. Такое ее свойство, как избыточность, а также в криптографии, при кодировании и так далее. То есть здесь можно построить разговор еще и связанный с историей развития различных систем счисления. Не хотелось бы, чтобы все наши уроки были ориентированы только на теоретическое изучение систем счисления. Поэтому, как учебники предлагаются, мы теоретическое занятие чередуем с практической работой. И в зависимости от уровня подготовленности учащихся можно выбирать разные уровни практических работ. Поскольку к нам ребята приходят не самые подготовленные, как правило, программирующих один-два в группе, то мы на первых этапах выбираем задачи первого уровня из практикума. Но к концу изучения темы мы уже беремся и задачи, за задачи и второго, и третьего уровня. Я думаю, что методически это обусловлено. Но в то же время вы можете применить и дифференцированный подход. Если вы знаете, что у вас есть ребята, которые интересуются программированием, то можно предложить им сразу разрабатывать программы, соответствующие второму и третьему уровню заданий. Например, не просто получить элементы ряда Фибоначчи, а действительно перевести десятичное число в Фибоначевую систему счисления. Если же ребята только-только начали изучать или подзабыли основы программирования, в девятом классе не так много часов на это выделяется, к сожалению, то одним из вариантов методики обучения здесь может быть, что вы программу представляете, комментируете, ребята набирают, отлаживают, или может быть такой вариант, что вы предлагаете программу, но в ней команды переставлены, и ребята уже модернизируют и получают результат самостоятельно. Ну и третий вариант – ученики сами составляют алгоритм, программа отлаживает, получает ожидаемый результат. То есть здесь методически вы можете построить обучение самым разным образом, но я считаю, что целесообразно теорию сочетать с практикой, не жалеть на это времени, не пропускать практические занятия в компьютерном классе. Следующий раздел, который следует после изучения алгоритмов перевода из произвольной системы исчисления в десятичную – это алгоритмы перевода наоборот, я прошу прощения, из произвольной в десятичную, а сейчас мы поговорим о переводе из десятичной в произвольную систему исчисления. Мы рассматриваем перевод действительных чисел, и результат складывается из перевода целой части с помощью алгоритма деления и перевода дробной части с помощью алгоритмов, которые сами же ребята называют – это алгоритм умножения. Я назову лишь типичные ошибки, с которыми мы встречаемся при изучении этой темы. Очень часто ребята, переводя в произвольную систему исчисления, нарушают порядок записи остатков отделения, то есть выписывают их в прямом порядке. Или забывают последнюю цифру, когда они получают последний остаток, забывают про это. Поэтому я рекомендую, что следует записать алгоритм. Он нам и важен затем при программировании этого алгоритма, перевода целой части. То есть мы переводим целую часть, деля на основание системы исчисления, не выписывая целую часть и остатки до тех пор, пока целая часть не станет равна нулю. Это очень важно. Когда переводим в дробной части, то здесь можно рассмотреть задания, демонстрирующие разные возможности этого алгоритма и разные результаты в зависимости от исходных данных. То есть мы можем получить точное значение, когда, например, 0,5 мы переводим в двоичную систему исчисления. Мы можем получить периодическую дробь. И мы можем получить результат с заданной точностью. Под заданной точностью мы понимаем количество цифр в дробной части, которые планируется получить. Типичная ошибка, которую допускают ребята, 0 из целой части переносят в дробную. То есть если у нас 0,5, мы переводим, они вот 0 это также записывают. И таким образом число получают другое, в два раза уже уменьшенное, чем необходимо. Некоторые методические советы, конкретно при переводе чисел из десятичной в двоичную систему исчислений, если позволите, я бы вам предложила. Может быть, у вас есть и свои какие-то методические находки. Тоже можно, наверное, их отразить в чате. Итак, при переводе в двоичную систему исчисления мы предлагаем учащимся не записывать алгоритмы с использованием метода деления уголком, а записываем в виде небольшой таблички, когда в первом столбце мы выписываем целые части отделения, а справа выписываем остатки отделения. Затем получаем новый результат путем записи остатков с последнего значения. По стрелочке вы видите. Такой способ, во-первых, он может быть, табличка может быть представлена и в строчном виде, если вам удобно так, может быть в виде столбика. Такой способ, он более наглядный, во-первых. Во-вторых, когда мы будем применять электронные таблицы для перевода, то, в принципе, ребята сразу применяют необходимые функции, получают пример для визуальной проверки своих заданий, своих примеров, выполненных в тетради. Кроме того, вот вы видите здесь на слайде, если число представлено как 2 в степени k, то, конечно, сразу можно записать неделя уже, если мы переводим в двоичную систему счисления, как единицу и столько нолей, какова степень двойки. Для чисел, значения которых близко, немного больше, чем 2 в степени k, удобно использовать алгоритм, основанный на выделении максимальной степени числа в исходном числе. Например, 34 – это 2 в пятой плюс 2 в первой. Мы видим, что это развернутая форма записи числа по базе с удвоичной системой счисления, и можем сразу сходу записать число в двоичной системе счисления. Также для проверки, ребята, можно пояснить, что при переводе в двоичную систему счисления четные числа заканчиваются на ноль, нечетные – на единицу. Если число делится на 4, то в двоичной системе счисления оно будет заканчиваться на 2 ноля. Ну и так далее. То есть восьмеричные, если делятся на 8, то они будут заканчиваться на 3 ноля, что потом удобно будет при обсуждении вопросов перевода в восьмеричную систему и так далее. Числа вида 2 в степени k-1. Также можно обсудить на примерах, что действительно эти числа можно получать, их коды можно получать, не переводя с использованием алгоритма деления, а сразу записать в двоичном коде. Единиц будет столько, какова степень двойки. И вот последнее, что вы здесь видите. Если известно двоичная запись числа n, то удвоенное значение. Каким образом можно быстро получить? Приписываем ноль в конец кода числа 15. Это опять-таки связано, помните, с тем вопросом, что мы обсуждали при актуализации знаний ребят по теме системы счисления. Во сколько раз увеличится число, если запятую перенести на одну позицию вправо? То есть во сколько увеличится двоичное число, если приписать ноль? Увеличивается в два раза. Соответственно, увеличивается в два раза само десятичное значение. Следующим аспектом в теме системы счисления, пока мы идем в логике изложения учебника, это смешанные системы счисления, которые тоже можно этот раздел разобрать либо в форме лекции обсуждения каждого способа записи чисел в двоично-десятичной, в двоично-восьмеричной, в двоично-шестнадцатиричной системах счисления, обсудить фронтально, в виде дискуссии, решая примеры, или же воспользоваться тем, как вот мы это делаем в лицее. Мы организуем небольшое исследование, разделив ребят на подгруппы и предложив алгоритмы в соответствии с одним из трех вариантов. Предложить исследование. На следующем слайде я вам пример такого исследования. Так, пролистнулась. Сейчас покажу. Суть исследования в том, что мы предлагаем число, например, восьмеричной системе счисления представлено перевести в двоичную систему счисления. Если ребята не знают алгоритмы быстрого перевода из восьмеричной в двоичную, ну вот к нам очень часто приходят ребята, которые не владеют этой техникой, а кто и владел, те подзабыли. И предлагаем перевести. Разумеется, они это делают через десятичную систему счисления, затратив определенное время на это. Записали результат. Следующий пункт предлагает изучить таблицу соответствия между восьмеричными цифрами и трехзначными двоичными цифрами, то есть двоичными триадами. Рассматривают такую таблицу и выполняют третье задание, записывая двоичное, восьмеричное число в двоично-восьмеричном виде. Для этого заменяют каждую восьмеричную цифру на соответствующую ей двоичную триаду. Записывают результат. И ребята видят, что они получают один и тот же ответ. То есть мы, собственно, спрашиваем, вы получили такой же ответ. Если сделали все правильно, у вас результаты первого и третьего пунктов должны совпасть. Ребята тогда делают выводы, мы действительно получили алгоритм более быстрого перевода числа из восьмеричной системы счисления в двоичную. И таким образом можно обсудить вопросы, которые вы видите здесь в пункте 5. Ребята либо записывают в тетради, либо обсуждают эти вопросы в команде, в группе. И еще мы можем предложить такое задание, как бы в группе придумать для одноклассников два примера на изученный алгоритм, самим решить эти примеры и сверить ответы с одноклассниками. Можно предложить ребятам результаты исследования представить всему классу. Таким образом мы сразу, как бы параллельно ребята осваивают три представления чисел в смешанных системах счисления и знакомят своих одноклассников с этими методами. Переводы особенно из двоичной в восьмеричную, двоичной в шестнадцатиричную и приходят к выводу, что так, а мы из восьмеричной в шестнадцатиричную также можем переводить, минуя десятичную систему счисления. Для того, чтобы закрепить полученные знания по смешанным системам счисления, предлагаем задания, которые достаточно простые, задания из ЕГЭ, но тем не менее они также требуют обдуманного подхода, обдуманного применения какого-либо метода, которыми сейчас ребята владеют. Вот, например, задания из ЕГЭ, когда необходимо сравнить числа либо в двоичной системе счисления, они записаны, либо восьмеричная и шестнадцатиричная. В качестве примера вы видите здесь на экране задания. Одно и то же задание, как мы часто встречаем в информатике, можно решить несколькими методами. И важно выбрать наиболее эффективность тем, чтобы быстро решить простые задания. И безошибочно, конечно. Такие методические замечания, что при переводе чисел в десятичную систему, особенно на начальном этапе, ребята могут легко ошибиться. Не стоит сравнивать числа в двоичной системе, так как из единицы нолей очень часто ребята ошибаются, особенно если они не записаны один под другим. Поэтому вот именно в данной задаче наиболее просто использовать восьмеричную систему счисления. И здесь использовать простые коды от 0 до 7, как правило, ребята эти коды уже хорошо осваивают. с самого первого урока. В некоторых задачах, разумеется, эффективнее переводить все в десятичную или в шестнадцатиречную систему счисления. Надо смотреть на задачу. Вот в данном случае я бы предложила следующий метод. Перевести шестнадцатиречное число, записать, используя быстрый алгоритм перевода в двоичном коде, а затем перевести в восьмеричную систему счисления. И тогда видно, что… Да, и так же поступить с двоичными кодами. И видно, что перемена С должна удовлетворять условию находиться в интервале между 3, 2, 7 восьмеричной системой счисления и 3, 3, 1 восьмеричной системой счисления. Ему соответствует число 3, 3, 0, которое у нас представлено под цифрой 4. Ну, таких примеров вы можете подготовить очень большое количество. Сейчас в ЕГЭ у нас их много подобных и более сложных заданий. Если у вас ребята более подготовленные, то, разумеется, они справятся и с более сложными заданиями. Несколько примеров, которые можно использовать для тренинга для закрепления навыков. Решить уравнение, где каждая слагаемая и результат может быть представлена в различных системах счисления, изученных только что, то есть двоичная, шестнадцатиричная, связь через десятичную систему счисления. Вот вы видите эти задания на слайде. я подробно останавливаться не буду. Единственное, может быть, вот пояснить пятое задание. Если ребята хорошо поняли связь систем счисления с основанием 2 в степени К, то вот это пятое задание их уже не поставит в тупик. То есть здесь ребята сразу приходят к выводу, так, 9 – это 3 в квадрате, а 27 – это 3 в кубе. Таким образом, а нельзя ли воспользоваться той же техникой работы с позиционными системами счисления, что только что была изучена при работе с двоичной, восьмиричной, шестнадцатиричной системами счисления? И ребята приходят к выводу, что главное сейчас грамотно составить алгоритм, вернее, не алгоритм, а алфавит, 27-ричной системы счисления. И это задание уже быстро решается. Когда-то такое задание у нас было в одном из этапов Олимпиады, проводимые Пермским государственным университетом. Сейчас это мы рассматриваем задание как рядовое в курсе информатики. Арифметика позиционных систем и счисления, как правило, особых затруднений не вызывает. Но я бы хотела обратить ваше внимание на то, что желательно, чтобы дети работали здесь осмысленно. То есть, опять же, понимали, что такое основание системы счисления. Каким образом при сложении чисел осуществляется перенос разряда. То есть, если мы работаем в паичной системе счисления, то при суммировании соответствующих разрядов и значения получаем, если больше основания системы счисления, то мы в следующий разряд переносим не п, а значение, равное основанию системы счисления. Аналогично надо помнить и при вычитании системы счисления. В качестве примеров, вот здесь вы видите буквально две иллюстрации, немного съехали значения, я прошу прощения, но видно. Вот на вычитании можно предложить аналогичное задание выполнить в разных системах счисления, то есть с одними и теми же цифрами, но выполнить в двоичной системе счисления, в восьмиричной, в семиричной, в пятиричной и так далее. Если ребята выполняют эти действия правильно, то уже вы видите, что действительно ребята в теме разобрались. Для чего это важно? Вы помните, что у нас есть раздел, связанный с кодированием информации, когда мы рассматриваем кодирование целых чисел, кодирование вещественных чисел, то арифметические операции рассматриваем, рассматриваем, из-за чего возникает переполнение, погрешность вычислений, то вот эти операции очень важно нам грамотно и быстро выполнять при изучении разделов, связанных с представлением числовой информации в памяти компьютера. И теперь несколько слов об автоматизации переводов из одной системы счисления в другую. Этому вопросу посвящен параграф 1, 3, 4 в учебнике Симакина, но я бы хотела подчеркнуть, что некоторые алгоритмы перевода и использования электронных таблиц мы предлагаем сразу параллельно с теоретическим изучением алгоритмов перевода изучать. В частности, когда мы разбираем перевод из произвольной системы счисления в другую, я не дожидаюсь вот этого раздела, мы сразу применяем электронные таблицы для иллюстрации перевода чисел из произвольной системы счисления в другую. То есть вот здесь вот такой аспект. Почему это важно? На самом деле, применение электронных таблиц и программирование позволяет добиться более эффективного и осознанного освоения теоретического материала, проверить методы на практике. Кроме того, разнообразить деятельность учеников. Это тоже очень важно, когда они не только решают задачи в тетради, но и используют компьютер для проверки своих ответов. Убеждаются в том, что они применяют алгоритм правильно. Кроме того, мы можем предложить им тут же освоить ранее неизученные функции, методы электронных таблиц, методы языка программирования. И здесь учитель получает возможность организовать еще и дифференцированное обучение. Если у вас есть более продвинутые ученики, которые интересуются программированием или электронными таблицами более глубоко, чем остальные, вы им можете дать более сложные задания. Поэтому я не буду сейчас останавливаться на особых таких теоретических аспектах. Сразу покажу пример, которого нет в учебнике, но мы такой пример приводили. Я в 2015 году имела счастье работать с Семакином Игорем Геннадьевичем, и мы вот такое издание успели с ним выпустить по методике обучения информатики в углубленном курсе. Там вот такой пример представлен, и я рекомендую перевод числа целого десятичного числа, затем и дробного числа осуществлять также с использованием электронных таблиц, после того, как вы разберете теоретические аспекты этой темы. Таким образом, мы получаем вот тот столбик, о котором я ранее говорила, то есть целые части и остатки. Затем поговорить о том, что число мы увидим в двоичном виде, но на самом-то деле это только внешняя визуализация двоичного представления числа. Для компьютера это число будет представлено в десятичном виде. И это еще раз нам дает возможность поговорить о том, что же такое базис системы счисления. То есть в данном случае мы будем получать результат в виде представления числа по базису десятичной системы счисления. А выглядеть этот результат будет как двоичное число. Такой пример нам позволяет разобрать с ребятами такие функции, как частное отделение, остаток отделения, вспомнить применение автосуммирования. Ну и опять же поговорить об ограниченных возможностях электронных таблиц. То есть если мы будем задавать другое число, то, например, меньше или больше представленного на слайде, то мы должны будем вручную или уменьшить количество строк в электронной таблице, или увеличить. И таким образом ребята придут к выводу, что программирование нам дает больше возможностей, является более универсальным методом автоматизации решения этих задач, нежели применение электронных таблиц. Но одно другому не мешает. То есть электронные таблицы нам позволяют еще глубже понять основы позиционных систем счисления. Если говорить о методических приемах обучения программированию, то здесь также в зависимости от подготовленных, в зависимости от подготовленности учеников можно применять разные способы изложения материала, разные методы работы с учениками. В частности, можно объяснить готовую программу, я об этом уже говорила. Можно предложить вместе составить алгоритм в виде блок-схемы, и ребята составляют программы на языке программирования, которые вы изучаете. Мы изучаем Pascal в соответствии с учебно-методическим комплексом, и в 11 классе мы изучаем Delphi. Но я думаю, что здесь тема инвариантная и для программирования на других языках программирования. Или у вас ученики настолько продвинуты, что вы можете им сформулировать условия задачи, они тут же вам пишут программы. И вот как раз то примерное тематическое планирование темы системы счисления, которым я заявляла как вопрос рассмотрения на вебинаре. На самом-то деле, опять же, количество часов, оно зависит от того, насколько глубоко вы хотите погрузиться в эту тему, насколько подготовлены ваши ученики. Мы не жалеем времени на программирование, поскольку в 10 классе курс достаточно теоретизирован, и хотелось бы, чтобы ребята как можно больше вспомнили основы программирования, продвинулись в этом направлении, удовлетворить интересы всех ребят, которые к нам приходят. Поэтому мы рассматриваем здесь от 11 до 14, иногда и до 16 часов на изучение темы системы счисления. Экономим потом на каких-то других вопросах, ну, например, на разработке веб-страниц, что ребята уже практически знают из основной школи, или на каких-то других теоретических вопросах. Вот, в частности, на освоение раздела «Основные понятия позиционных систем счисления», включая программирование получения чисел Фибоначчи, а иногда программирование самого представления в последовательности Фибоначчи, мы выделяем 2-3 часа. На перевод чисел из десятичной системы счисления в другие позиционные системы счисления мы также 2-3 часа выделяем, решаем задачи из практикума. Это практические работы, практическая работа 1-2, задание номер 4-5. Пока это не самые сложные задачи. По смешанным системам счисления мы предлагаем еще поработать в так называемом ЦОР-намбас. Это Игорь Геннадьевич когда-то опубликовывал в своей авторской мастерской. Я, честно говоря, сейчас не знаю, есть ли доступ к этому элективному практикуму. Это тренажер. С одного уровня переходить к другому и решать разные задачи, связанные с позиционной системой счисления, в том числе и со смешанными системами счисления. Затем более подробно останавливаемся на вопросах автоматизации переводов. И здесь уже зависит от того, насколько вы глубоко хотите погрузиться в этот практикум. То есть это задание из работы 1-2, упражнение номер 7-8, это второй и третий уровень. И арифметика в позиционных системах счисления. Там тоже целый спектр заданий, как правило, уже достаточно сложных для начинающих программистов. Но вы можете продемонстрировать им листинги своих программ и с ними поработать. И затем мы выделяем 1-2 часа на итоговый зачет. Таким образом, у нас получается до 14 часов, иногда и до 16, если ребята приходят не очень подготовленными. То есть мы ориентируемся на их подготовку. Такие можно дополнительно задания давать ребятам для применения электронных таблиц и языков программирования. Здесь вы видите на слайде. Эти задачи есть и в практикуме, и дополнительно некоторые задачи. Вот здесь вы видите. Например, перевод дробного десятичного числа. Можно взять не только в двоичной системе счисления, но и в любой другой. Построение таблицы умножения и так далее. Хотелось бы обратить ваше внимание, что при работе в электронных таблицах, при составлении программ, очень важно сначала составить модель решения задачи. То есть обдумать структуру таблицы, разработать формулы для решения задач и только потом уже представлять к составлению алгоритма. Несмотря на то, что число в десятичной системе счисления, когда мы берем и переводим в произвольную, то для компьютера новое число формируется как десятичное. Я об этом уже говорила, когда мы рассматривали листинг электронной таблицы. Но еще раз обратить внимание на это при программировании. И этот алгоритм нам еще позволяет и вспомнить, как формируется число просто в десятичной системе счисления. То есть можно будет обратиться к этому же алгоритму, когда получаете переверт из числа в десятичной системе счисления. Если ребята уже у вас более продвинуты, как дополнительное задание это можно дать. Ну и напоследок я вам хочу предложить несколько, ну буквально вот два листинга программ. Например, как можно перевести число из десятичной системы счисления Фибоначчева. Здесь представлен слайд с языком программирования на языке паскаль. На мой взгляд это более понятно, но если вы программируете на сей или на питоне, то я думаю, что так же легко адаптируете. Можно двумя методами. С использованием оператора кейс. И формируется число в десятичной системе счисления. Число вы делите до тех пор, пока у вас результат, то есть цикл выполняете до тех пор, пока Фибоначчевое значение не будет равно нулю. То есть алгоритм традиционный. Единственное, мы берем здесь цифры и значения из ряда Фибоначчи. Или же можно предложить другой немного алгоритм, когда более универсальный. Когда формируем число в виде... Здесь же формируется и ряд Фибоначчи. То есть переменная С формирует нам, получает как элемент из нового базиса системы счисления Фибоначчи и уже используется для формирования нового числа. Таким образом, опять же, мы говорим о том, что для решения одной и той же задачи мы можем применять разные методы. Итак, уважаемые коллеги, может быть, я быстро говорила, потому что довольно сложно предусмотреть, сколько времени будет занимать вебинар, если нет обратной связи сразу. Но если у вас есть вопросы, я готова ответить сейчас на них. Пишите в чате или вот в разделе «Вопросы». Или же вы можете мне написать вопросы по электронной почте. Здесь вы видите на слайде адрес. Это моя рабочая почта. Пожалуйста, я буду рада, если смогу вам помочь методически в изучении, в освоении этой темы или какой-либо другой. Пожалуйста. Ну, пока вопросов я не вижу. Так, спрашивают, можно ли скачать презентацию. Это надо спросить организаторов вебинара. Надеюсь, что да. Уважаемые коллеги, спасибо большое, что вы заинтересовались этой темой. Если у вас есть интересные предложения, также пишите мне на почту, если есть интересные предложения, как еще можно те или иные вопросы этого раздела разобрать, изучить. Буду весьма признательна, если вы поделитесь своим опытом. Спасибо вам большое.